по блокам которые часто используются значит немножко пару комментариев да ну первое первое любая логическая наша система будет использовать какие-то элементы задержки потому что бывает надо создать какой-то таймер на включение на отключение и так далее здесь есть несколько этих возможностей значит они немножко отличаются друг от друга значит первый блок в библиотеке атомов библиотеке атомов у нас есть блок делай это блок которая формирует задержку относительно фронта сигнала на входе in то есть как только у нас происходит если конечно разрешено регистрирование это фронта то есть вход и не было всегда разрешает работу блок как правило там обычно перманентная единица чаще всего висит понять что может делать и управляемым эту вход на это уже ваш вопрос такой творчестве но вот вот и не будет разрешать работу блоку данным сущим разрешает регистрировать этот перепад из нуля в единицу то есть как только у нас ну разрешающий сигнал все в порядке то есть находит time за на какое-то время ход резет у нас равен нулю то есть этот атом не сброшен и не был находим его денисона разрешена его работ все хорошо как только зарегистрирован переход на 0 в единицу нас начинается отсчет времени заданным параметром time через время time у нас на выходе получается логической появляется логической единица на защелкнута в триггер потому что как я говорил здесь отсчет идет от фронта то есть на самом деле нам нет необходимости удерживайтесь эту единицу все то время пока будет длиться вот во время задержки достаточно сформировать импульс короткий ну можете ее там оставить единицу можете ее убрать неважно главный фронт зарегистрировать и от этого фронта пойдет отсчет задержки в секундах если если у нас параметр time равен нулю значит задержку равна одному циклу исполнения программы если больше чем а 0 значит это будет секунды 1 2 3 тогда 30 1767 ответ через время time появится выходе единицы а чтобы эту единицу сбросить нам обязательно нападать единицу подали до резать пока нападали за мы не продаем единицу да у нас будет зафиксирована резина резина на выходе по единиц на выходе поэтому получается что это блок задержки с триггером дальше это значит такой вот блок в библиотеке макро блоков есть будет который работает более просто в основном кстати как то так сложилось что я их использую делай он например это блок просто формирует задержку относительно входа 1 на выходе а вот задержка заодно параметром time как у нас мы подаем логическую единицу на вход in и через время time она появляется на выходе out если мы эту единицу убираем сходы и значит из выхода out у нас снимается логический низ то есть если мы эту логическую единицу уберем раньше чем у нас закончится время задержки то на выходе никакого не синист как у нас и не появится дальше делай of ну этот блок задержка на отключение принципе работает похожим образом в обратную сторону когда мы находим подаем единицу она немедленно появляется на выходе когда мы снимаем ее она исчезает выхода где-то не где-то а через время данный параметр time если появилась необходимость снятию раньше чем за чем параметр time у нас закончился вы начну на вход резет даем не резет позволяет прервать задержку на включение значит делай он of чаще используется как цифровой фильтр от каких-то часто меняющих сигналов и задержка и на включение и на выключение она заодно одним параметром чаще всего ставят одну-две секунды если у нас есть какие-то часто меняющие сигналы а мы хотим дождаться какого-то устойчивого состояния то вот мы используем этот блок это задержка включение что касается задержек а так счетчики но я уже вчера один счетчик упоминал а значит time counter time counter так давайте как-то так островами здесь их на странице чтобы у вас упорядоченность была какая-то принципе они конечно за библиотеке не у кого не денутся их можем будет даже потирать но я так все-таки пару комментариев дам в библиотеке так значит так делай давайте прощать по счетчику теперь посмотрим что у нас есть из счетчика значит в библиотеке атомов у нас есть тайм каунтер и пульс каунтер пульс каунтер работают они похожим образом только один из них первый из них считает время в течение которого единица присутствует на входе in а второй пульс каунтер считает сколько фронтов перехода из нуля в единицу поступила на вход in да совершенно верно один считает наработку другой пуск всем верно но кстати для наработки для пусков там есть специальные макро блоки которые уже имеет необходимый какой-то развитый сервис внутри но построен я думаю на основе таких вот значит эти счетчики могут считать как вперед так и назад как на при на увеличение выходного значит значение такого на уменьшение а за это задается входом даю если на даю единица то значит мы считаем на увеличение есть надо ее 0 на чем учитаем уменьшение и счетчик этот без сброса то есть когда он упирается в крайнее значение от математики ванту в плюсе 32 767 в минусе минус 32008 просто упирается в это значение стоит можно сказать что это не это неправильно да но для этого него вход есть и резет вы всегда можете в принципе любой блок сравнения на выходе поставить досчитать до определенное значение находят резать подать сигнал никаких проблем что касается частных случаев таких счетчиков здесь есть еще грязь эти макро блоков здесь есть счетчики которые считают количество единиц у себя на входе сейчас вот вот их тут пара штук ну они естественно довольно просто внутри эти макро блоки устроены я бы не стал что такие счетчики уже совсем счетчики это такие получите но эти счетчики считают количество единиц на входах in то есть в данном случае этот блок мне 4 входа 1 естественно есть вход переноса то есть мы можем соединить каскадом ну например вот таким вот образом на у нас есть вход переноса то есть в данном случае мы можем посчитать вот у нас есть 12 цифровых входов на скольки из цифровых входов у нас логический единиц на выходе у нас будет это значение все очень а на выходе будет просто значение содержащие себе количество вот этих логических единиц на вход 0 1 2 3 4 5 ну да это перенос до можете отринать восьми значные смысле восьми входа вы соединить между собой 16 и так далее но это очень примитивная вещь довольно внутри устроено простецки поэтому кому кому интересно вы всегда можете этот блок естественно блок open до открыть и посмотреть как это сделал так но все-таки конечно реальные счетчики такие вот тайм каунтер и пульс каунтера но вот эти вот уже такие отнесем и все равно к счетчикам бокс не так дальше что-то хотел еще сказать да значит что касается элементов сравнения здесь целая я даже наверное экранах не потащу знаете если целая куча этих блоков но самый простой из них вот этот блок который и кью это равно он смотрит равны или неравны сигналы на входе если равны значит на выходе будет логическая единица если не равны значит не будет все а блоки которые больше или равно меньше равно там или так больше и меньше они в библиотеке макро блоков вот они л е л т да да единица получается когда соблюдается условия который собственно изображено прямо на самом блоке вот ну вот это простецкие примитивные то есть тут тут важно точное совпадение но есть блоки сравнений которые чаще значительно вы будете использовать скажем чтобы построить допустим термостат или там пресса статом и тогда вам желательно блок имеешь дистерезисом то есть чтобы у вас когда у вас к примеру как работает термостат если у вас величина измеряемая превышает какую-то уставку нач на выходе появляется единица на что-то срабатывает реле у вас на но если у вас величина которая вы контролируете будет приблизительно равна уставки она будет вокруг нее колебаться то есть она же не может мгновенно переключиться то у вас в реле может очень часто такое зумереть щелкать переходя из одного состояния в другое потому что будет какое такое вот приблизительное равенство ну и чтобы этого не происходило вы обычно делаете как у вас термостат включается к примеру напротив уставки а выключается когда температура у вас скажем ну повышается или понижается там на какое-то небольшое там или большое значение чтобы вот этот вот отсечь момент приблизительно равенства этих температуры и уставки на чтобы вас реле не щелкал туда обратно поэтому здесь есть готовые блоки библиотечные которые представляют себя устройство сравнение с гистерезисом значит первый из них это есть библиотеки атомов называется так ты все они кстати не очень и имеет запоминающиеся название прямо скажем грд цмп да вот грд 7 и вот собственно а у него сама вот его иконка сама картинка говорит о том что он делает в кропе все здорово написано да да но смотрите у вас есть уставка и у нас есть а величина вот этого дифференциала зада одним параметром на здесь вот раз всего одним параметром заодно то есть чтобы букв перевышиваться логической нить входная величина должна при уставке от привисит ставку на это значение дифференциал она тогда он защелкнулся в единицу а чтобы она будет выключился выключился она должна снизиться ниже уставки на то же самое значение дифференциала то есть emerse а это половинка гистерезис каждый див это половинка гистерезис так это значит самый простой атом дальше в библиотеке макро блоков есть более продвинутые такие такие блоки такие же блоки которые делают у которых они вообще неудобно читаемое название имеет абсолютно то есть я даже не буду произносить вот она хист дирс 2 деда ну вот и 2 хист рев но один работает в положительную сторону другой в отрицательную то есть один срабатывает при увеличении входной величины другой срабатывает при снижении выходных входной величины но чем они применять на работа не очень похожим образом на этот блок но эти два дифференциала справа и слева от уставки задаются отдельными параметрами и каждый из них естественно может быть назначен нулем например вы можете делать чтобы включался блок ровно напротив уставки а выключался с каким-то гистерезисом ну или например включался уставка плюс к плюс какой-то вот дифференциал я выключался ровно напротив уставки и так далее здесь у вас абсолютная свобода это блоки сравнения они готовы бывает необходимо сделать чтобы у нас происходило это сравнение да и включение и выключение блока не не с какими-то дома абстрактными там относительными величинами такими как дифференциала да а в явном виде хотим задать в явном виде да когда будет включаться когда выключаться собственно вот эти два блока здесь и есть вот есть входная величина in и есть четкие параметры при каком значении этой величины блок включится и при каком значении от величины блок выключится все и все предельно просто тупо и прозрачно вот это всевозможные наши блоки сравнения они где-то вот здесь у нас так стайкой такой так что есть еще интересного из того что вы будете использовать довольно часто а вот ограничители ограничитель ну здесь все очень просто лимит low лимит high и просто лимит мы подаем на вход им какое-то меняющееся значение с чаще конечно это какой-то выходной напряжения будто регулятора там еще может какая температура ну неважно давление там и за им со значением какого-то порога нижнего на ограничения например у нас меняющий здесь температура она может колебаться там от минус пяти там до плюс 35 до а мы хотим что в выходное значение температуру но никак не падал ниже нуля и соответственно мы добавим параметр минимум ставим 0 и у нас будут меняющий сигнал него будет просто все что ниже нуля бы просто тупо отрезанную и все он будет ограничен по минимуму лимит high делает то же самое ток по максимуму лимит просто делает то же самое и по минимуму и по максимуму все здорово удобно все сделано до нас используется часто так дальше бывает иногда необходимо выбрать из двух значений вот у нас есть два значения выбрать максимально и подать на выход такая заурядная вещь принц довольно просто реализуется на атомах ну зачем чего-то делать здесь есть готовый блок он сам выбирает максимальное значение аналогичный блок должен быть и для минимального значения то есть этот блок выбирает максимальное значение это был выбирать мы ним минимальное значение все просто из двух так ну блоки присвоения рассматривать не будем на выходе будет одно или второе в данном случае как то которое больше а в этом случае то которое меньше а ну их можно запросто вот так к скотнуть да если у вас скажем надо из четырех выбрать то вы поступите примерно таким образом поэтому из восьми из там из двадцати восьми но здесь видите как когда у вас очень много может быть тогда целесообразно делать найти есть рэй рэй инфо такой блок там вам лучше бы эти ваши значения записать в массив только массив расположить не постоянно в оперативной памяти есть блок который умеет вычислять минимальное значение в массиве максимальное значение то есть понятно что когда у вас надо выбрать из 100 значений минимально не нужно наверно каскадировать их так ну вот лучше взять уже массив в него просто ой соль что нет он выбирает одно значение второе данном случае то зачем которая больше то есть он выбирает максимально а этот а суречет куда-то так а этот вот этот блок выбирает меньшее значение так ну это просто выбор большего значения или меньше значения уж как применить ваше дело но но смотрите простое применение а вот вы вентиляции занимаетесь или скажем холодилка вентиляционщиков больше такое вот пример который я могу привести вот которым пришел сразу на ум вот он для них это это как бы стандартное такое принципе решение у вас есть вентиляционную самку которую нагрев на воде днем у вас система работает и клапан который управляет этим колорифером он управляется от регулятора температуры воздуха который встает датчик стоит за колорифером и регулятор температуры воздуха значит это на на этом датчике он управляет клапаном ну а ночью у вас этим же самым клапаном управляет сигнал от датчика на температуре обратной воды то есть обеспечить дежурный режим и безопасный режим от работы этого колорифа то есть регулятор тот который у нас управлял управлял температуры воздуха мы на ночь отключаем то есть у нее ну вот а регулятор который брать температуры обратно воды включаем а днем наоборот для температура обратной воды мы можем отличить нам не нужен включаем датчик и чтобы облегчить коммутацию этих двух регуляторов мы берем например блок макс и подаем выход одного регулятора на вход 1 а 2 на 2 соответственно один из них всегда выключен сейчас один из них по-любому 0 меньше чем другой поэтому на выходе мы все время она и на выходе мы напрямую подключаем клапан управление клапаном но сюда будет иметь без всяких дополнительных переключений переключателей там логические схемы и так далее он всегда будет иметь на выходе вы стою мест тот сигнал который управляет в данный момент этим приводом этого клапана ну например понятно что может быть в море миллиард других каких-то применений этого блока так дальше значит посмотрим посмотрим так это все ну поят что много входовый элемент и рассматривать это просто мы даже не будем какая какая разница двух входовый или 8 входовый элемент и если вы не знаете что такой элемент и значит здесь я вам ничем не помогу просто так дальше а вот такой блок который позволяет скажем сделать мигалочку задать или построить как-то шим управление скажем литра колоритером с большим периодом на пока на входе им единица на выходе у нас будет последовательность импульсов время включения время выключения задается одними параметрами как построить шим сами понимаете очень просто меняя баланс до меня и соотношение время включения время выключения мы на выходе имеем широтный импульсная модуляция соответственно только сумма этих времен всегда должна быть одинаково естественно то есть период шима он не изменен если кто-то знает что большим то период шим он не изменен никакой тут математики большой и не будет ни какой тут большой в математике у вас не будет вы будете вычитать и знали из суммы до одно и значение и у вас очень здесь никаких проблем и это шима реализуется нам на пяти элементах никакой большой математики там не будет а блок который генерирует на поле ну вот вот этот набор и наборами седора то есть я подаю единичку на него она дает допустим и количество входа в 1 понимаете как приметельно к пико и скажем вантул да есть в 10 секунд там за 10 секунд 5 выше импульсов это одно дело да это можно реализовать на за одну секунду 7 8 9 10 сами меня все просто время цикла заданное количество и пусть да 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 без проблем вычислений сделать это буквально на 3-4 был мнение на 34 вам потребуется запуск этого счетчика да ну вот вам но снижение отсечка ну очень на самом деле вам потребуется некий генератор импульсов который может быть даже просто простой инвертор и этот счетчик как только лучше лучше взять ксор в качестве генератора импульса даже ксор позволяет разрешить запретить генерить импульс ну вы на выходе ставите счетчик ну вот и дальше собственно вот этот седа 4 блока создать это 4 блока все чик будет на выходе счетчика будет еще элемент сравнения это элемент ранее будет сбрасывать счетчик и блокировать ксор все собственно вам осталось надо четвертый элемент который будет диким триггером и запускающим все это хозяйство четыре элемента да так дальше но я не буду понимаете вот для меня вот эти вот блоки вот такие у меня даже не перетянулся вот для такие блоки для меня с этих вещах и вентиляционщика это пустой звук это вот эти все ваши навело поэтому холодильные считает рассчитывать эти рабочие точки компрессоров ссоре это вам самостоятельно через видимо help изучить работу это до этого дела ну в общем в общем я могу сказать это есть в библиотеке да ну как это работает извините я не знаю так дальше из интересного из мелкого из того что точно будет каждый из вас скорее всего применять то ротация ну ротация там все-таки тут ну секунды в минуту сложить я думаю что почему здесь есть это что-то вот конвертер минуты в часы но а понимаете как но это в этом математика элементарно поэтому здесь комментарии так вот интересная штука есть а но это опять же больше людям вентиляционным может пригодиться даже не вентиляционном а скорее всего те кто занимает тепловыми узлами может даже а просто там danfoss у нас имеет какое-то такое главенствующее положение по поставки всяких элементов а danfoss такая компания интересна которая до сих пор вот это не а чуть ли не единственные люди на земле которые широко используют эти приводы клапанов которые упросят не 0 10 вольт а у них есть отдельный сигнал включить отдельно открыть один из нас закрыть ну вот а для 8 автоматчиков обычно это в общем определенного рода геморрой наладить управление такими приводами 10 вольт там все более-менее прозрачно 5 вольт дали начнет 10 процентов открылся 3 вольта дали значит там на там на 3 процента открылся ну дня на 30 процентов открылся а вот с этими клапами открыто закрыто бог его знает очень вот этот блок на ну как по этому по утверждению пользователь да неплохая попытка реализовать более-менее адекватное управление таким приводами но здесь и в общем за основу берется время полного хода этого штока то есть которая есть в тех данных на привод вы уже забиваете относительно этого времени вычисляется время которое он держит его состояние открыть состояние закрыть и так далее точность управления плюс-минус там где-то 57 процент да это не нет ни не не велика точность прямо скажем но она очень работает я сам применял этот блок и потом настойчиво там потом звонил человеку спросить как как работает он утверждает что работает потом еще в паре мест применял и даже вот у пользователей собственного конечной пользы спрашивал как это все работает утверждают что это работает поэтому понимаете там сложно интегрин тут интегральная ошибку сложно учитывать коррект он не широтный импульсный да он вот он вычисляет вот он примерно предполагает что он сейчас находится на таком уровне на вычислив это он работает без обратной связи если я делал блок я бы лучше взял привод с позиционером на котором есть там выход 0 10 вольт который будет говорить в каком состоянии он сейчас сказал что мне сейчас надо 10 процентов поставил да и жду пока значит у меня достигнет это позиционер допустим 50 процентов все остановил но на таких приводах дан фасовских ну я не буду ругать дан ссоре весь я понимаю для многих это просто как оскорбление для холодильщиков но вот но у них на от на больших приводах которые вот таскают довольно большие клапаны тепловых узлах это позиционера нет них есть как-то концевые у них есть концевые выключатели вот этот вот позиционер его далеко не далеко не всегда он есть просто на таких приводах вот когда он есть вопрос решается на 1 с обратной связью там все четко может сделать позиционирование может сделать идеально этот работа без обратной связью он чисто на вычисление времени во включен состоянии выпущен поручи бы на блок интересно и вы почитайте как это работает можете открыть и посмотреть как он устроен внутри там ну не просто не не но он как он когда вы его включаете он сначала дает начать сигнал закрытия на какое-то время которому считать что он гарантированно закрылся и от этого момента начинает отчет ну практически да только это для другого это не для вот рв там легче позиционировать у него шаговый мотор который на вполне конкретное положение передвигает этот привод понимаете а здесь есть такое нечто абстрактное получается поэтому точность когда ошибка здесь в принципе ошибка здесь достаточно большая потому что мало у нее даже мануале написано что ребята вот он начинает работать от пяти процентов то есть на три процента он не может открыть может открыть на 5 до но вот но тем не менее того городе это работает это работает тут один от мороженый человек в том году вот решил поставить на водяной кларифер такую штуку на вентиляшку поставил и вот использовал эту штуку говоришь у нее все работает что он счастлив он в процессе работы я так понимаю что он не практически этим не занимается в этом в общем состоянии он там может раз в час пытаться себя догнать до нуля но только зачем ему то я понимаю каким что может его открыть когда он так выключен я не понимаю но тем не менее делать в общем а я посмотрите не собираюсь обсуждать дальше это я просто могу сказать что это есть вы можете почитать help и и оценить работает это или не работает нормально но вещь редкая цены немалый я могу сказать так потому что на самом деле написать такую стратегию самому я могу сказать и чтобы она корректно работала это очень задач нетривиально и что вам этот шим даст что вы будете что вы будете получать ловить ловить лови вот и вы и будете только занимать тем что ловить вот этот вот этот блок позволяет более-менее конкретное значение получить посчитать но в общем не ну кому что я не навязываю я просто что блок такой есть вы можете его использовать или не использовать так значится так 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 но остальное такое уже поймете сами кое-что использовали так давайте напиток на п пи и пид регуляторах остановимся так здесь у нас библиотечно таких блоков есть аж несколько штук все не выполняют похожие функции но бывает ведутся немножко по-разному значит атомы для тех атомов значит есть старые ну п тут п регулятор от него никуда не денешься он будет он он классический здесь ничего сильнее на меняешь единство могу сказать наш по регулятор библиотечный ну как и в большинстве таких средств программирования могу сказать работа не с коэффициентом пропорциональности а диапазоном пропорциональности что на мой взгляд безусловно намного удобнее для использования то есть собственно смотрите коэффициент пропорциональности задавал бы угол атаки до угол наклона до 3 и чтобы его поставить да вот на объекте на налаживая какую-то систему вы должны быть с калькулятором там постоянно чего-то считать по каким-то формулам иначе ну или просто тупо основываясь на свой там 50-летний опыт там работы в этой системе да уже прикидывать эти коффициентом так без калькулятора а по уму вам нужен калькулятор все равно диапазон вещь более очевидная на фото собственно это то полное изменение до температуры вокруг уставки до которым регулятор принимать свое максимальное минимальное значение все здесь очевидно регулировка данного устройства узла сведется пример следующем вы раскачиваете ставить ставите минимальный диапазон или в максимальный коэффициент как вот обычно раскачиваете это разбалтывать эту систему засекаете насколько разогналась у вас температуру вверх и вниз и вот это вот дельта между максимальной максимальной в качестве диапазона устанавливаете ну дайте запас там 10 процентов и все на этом собственно регулирование настройка регулятора закончена а с коэффициентами то ну давайте ну вот принципе кто любит работать с коэффициентами может без проблем на умножить или там научим на простом атоме мул там да и еще паре блоков построить себе pp регулятор который будет работать с коэффициентом нет диапазон недаром все вот смотрите если вы если вот все это это лучше чем коэффициент это удобнее это очевиднее принцип то тоже самое но работать с этим удобнее ну вот так п регулятор здесь все просто здесь ничего не придумаешь поэтому комментариев не будет если вы не знаете что такое п регулятор значит наверно все таки обратиться к учебникам так на выходе у него на выходе у него вот то что нарисовано в каждом на картинке вот от минус 1000 до плюс 1000 да если вам надо преобразовать это от нуля до 1000 да вот этот вот сделать ну соответственно вы берете совершенно скейлор там есть такое вчера использовать помните когда датчики преобразовывали одно значение другое вы можете минус 1000 1000 преобразовать в 0 1000 без вопросов то есть ввести ее в положительную область а кстати это очень важное замечание ввести ее в положительную область потому что допустим если вы собираетесь напрямую этот сигнал подавать на аналоговый выход то вам это необходимо сделать потому что блок аналогового выхода требует там положительного значения но если значение от 0 и больше если вы сделаете его там минус один то и на выходе зафиксируется по моему то ли 5 то ли 10 вольт постоянного тока навсегда то есть не то что навсегда пока там будет отрицательное значение но поэтому там важный момент так дальше значит п ай ну здесь этот программ пропорциональный интегральный регулятор внутри формула наверняка классическая все здорово но но есть маленькая но а знаете в процессе настройки часто бывает необходимо отключить интегральную составляющую ну чтобы было понятней процесс хотя бы на первом этапе это здесь сделать нельзя здесь ее можно сделать время интегрирования поставить 32 тысяч 167 это будет почти пропорциональный регулятор но в том-то и дело что он так останется почти пропорциональным но он будет у нас интегральной составляющей хоть и крайне незначительный здесь да ну вот здесь смотрите недостаток еще какой бог с ним бог с ним с невозможность отключить даже это очень несерьезный такой косяк но серьезный косяк том что у него очень довольно кто-то понимает чтобы нас насыщение пропорционально интегрального регулятора вот в нем очень слабая защита защищение или отсутствует я даже не верусь утверждать отсутствует или или слабо но смотрите вот да да смотрите у вас что такое насыщение вот у ну скажем возьму на примере чисто пропорционально составляющей бог с ней вот у вас есть некоторые границы вашего выхода этого регулятора они обычно плюс сто процентов минус сто процентов да там традиционно так но математика вантулина она позволяет считать до 32 тысяч 167 что такое интегральное составляет интегральное составляющие позволяет этому регулятору постоянно подгонять этот выходной свой сигнал do i da существующую дельту между температурой и уставкой то есть она с очками каждый цикл вам тук-тук-тук-тук прибавлять не этот к у и и чем у вас дельта между уставкой и температурой примеру other than давлением больше тем большие кусочки каждый цикл она прибавляет тем чем меньше и вот этот дельт versus нашим меньшие кусочки прибавляя вот так далее но приваляйте нам пока у вас уставки не уравняются вот они у нас уравняются да она у вас пересадить прибавлять или если скажем уставка сдвинулся от другой стороны она будет вычитать и опять чем чем меньше сделать и меньше вы зачитать чем больше сделать тем больше будет вычитать эти кусочки это процент игрально это играем вот такая смотрите смотрите к примеру у вас есть дельта мир фиксирована дельта в один градус меж температуру 100 регулятора на основании пропорционального диапазона пропорциональности время играми вычислил в значении этого кусочка и каждый цикл прибавляет вам по кусочку у вас фиксированная дельта она есть она вот она у нас встала но он а он и но он ее видит и поэтому каждый цикл тук-тук-тук-тук прибавляет и пойти допустим у вас ситуация когда у вас невозможно в принципе достигнуть уставки по причине допустим недостаточной температуры самого носителя теплоносители там холодоносители неважно у вас это ребят начать тук-тук-тук-тук он дошел до максимума открыл допустим какой-то управляющий элемент включил компрессора там открыл там клапан него все что угодно на сто процентов уже все хорошо но но вы дельту так и не выбрали внутри себя тук-тук-тук-тук суммируют 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 но а здесь уже не контролируем область он уже уперся в максимум ну так вот это вот вот это вот зона она красилизом насыщения то есть что произойдет когда да смотрите что произойдет когда у вас температура начнет приближаться к уставке вдруг ну вдруг создались условия и она приблизилась к уставке он досчитал в это время до 8 тысяч 975 тонна он начнет считать и вы читать из 8 тысяч 975 кусочку тук-тук-тук-тук-тук и будет вычитать поможет он до этого может два дня туда прибавлял да а теперь мы два дня обратно это дело вычитать у вас уже давно похолодало там вот уже все а он вычитает вычитает он не добрался еще даже и до 100 процентов ну вот 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 это собственно вот это насыщение это вот та часть которая находится за за ограничением и выхода от этого регулятора она собственно насыщение у буржуйской литературе bumping по-моему она называется ну вот собственно вот в этом вот в этом блоке и 5 она либо как-то криво реализована либо отсутствует в общем он в довольно глубокое насыщение может залететь до этого это вот не но почему если вы уверены что у вас нет в нет условий при которых у вас могут возникать насыщение тогда вы спокойно можете использовать и в общем никаких проблем ну сбросить его не но вы можете его сбросить просто тупо есть в сен снимете лава одну лица внутри у него он и да конечно он а очистится после вы включите он у вас будет с нуля считать запомнил а запомнить за мной что что вы запомнили а как вы в него запишите в нее нет невозможных запись да поэтому нет зачем этим заниматься если уверен что в данном случае у вас условий скажем для насыщения никаких ну не возникает используйте пожалуйста так значит пока значится это старая горьки это старые блоки значит библиотеки макро блоков на их основе есть блог который называется папе ой так папе который позволяет за счета отключать интегральную составляющую а тот то его придумал думает что он офигенную вещь сделал но вот на самом деле смотрите какой на мой взгляд серьезный бак был допущен здесь отключается игра и наставляющие простым переключением то есть единица она есть 0 и и нет все замечательно внутри внутри два вот этих блока между ними идет переключение то есть переключателем все очень просто сделано но когда у вас есть 0 у вас интегрально составляет у вас интегральный вектор он не отключай он был его выход отключается а его а считает он продолжает поэтому когда его допустим вот если он он у вас считал пока был отключен и насчитал там даст до скольки то то когда вы подаете до логическую единицу у вас на выходе сразу рывок возникает и и а он на самом деле может вообще находиться в насыщении в глубоком и чего теперь но вот мне кажется что вот тут кстати на прошлом так внутри не со мной поспорил что это бабка не сказал что все правильно пускай пускай считает даже там у человека был вполне я уж не берусь из прийти текст но у него были вполне четкие аргументы почему так делать правильно ну вот но по моему разумению блин это косяк вообще реально жесткий потому что как-то так но смотрите здесь у нас есть лекарства тех проблем в библиотеке атомов есть сравнительно новый блок ну как новый ему наверно лет 7 называется он пит в нем есть защита от насыщения в нем все корректно все хорошо но он требует навесных элементов то есть ему нужно его с ним да ему нужно выделить массив то есть мы берем риа лог посмотрите мне у него в хелке в разделе экзамплс есть вот это вот конструкция понимаете мне не за старой версии по крайней мере а нет requires все из написано что он нуждается да все верно он нуждается вот в этой области памяти в которой он пересохраняет свои промежуточные значения ему нужен массив нужен 26 2 байтовых слов в оперативке но то есть вы объявляете его массив 26 элементов стартовый адрес этого массива с помощью этого копия ptr вы передаете прямо ему вовнутрь на вход offset лист и все и после этого он начинает корректно считать но и ему надо еще задать период обновления но я обычно оставляю туда там он в миллисекунду сдается но чаще чем цикл он все равно обновляться не будет это по-любому поэтому я обычно оставляю те тысячи миллисекунд который на нем по умолчанию стоит то есть одна секунда это замечательно все да и считать удобно да поэтому вот 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 моя рекомендация вот он этот блок нет а знаете это позволяет знать смотрите вот для контроллера пик xs бывает актуально я сначала тоже думал это не пак это это сделано намерен смотрите смотрите компилятор он видимо я останусь и сам вот в стандартной программе лиц с там штук 6 или 7 регуляторов таких разбросанных по по всей стратегии но и там была попытка сохранить адреса этих переменных в общем фишка в том что кубик когда у вас который забит полностью все адресная пространство забита полностью в форме видимо фрагментированная память получается слегка но берем она не может правильного адреса и компилятор он начинает считать free space но свободное пространство да он видит что у него все есть а когда начинает работать он не находит нигде целых целого куска чтобы тоже от массив он же должен быть единым куском он не находит нигде целого куска до чтобы все 26 подряд ячеек расположить ну вот но это касается только скорее всего вот этого контроллера потому что в нем мало памяти да потому что здесь там по 512 там этим готовят эту и к 5 плюс еще больше там килобайт оперативки там в любом хватает ну вот и у вас и программ который полностью до упора используют ресурсы да тогда вы можете вот он компилятор работает начать с первой странице компилировать проекта вы можете вот это вот на первой странице расположить а вот это где угодно и у вас гарантированно по него первую очередь выделиться это память в массивах но а потом дальше он раскидает эти единичные переменные там хоть как выполняется каждый цикл программ наверное да я думаю что нет я дома понимать как да в по идее учитывая что он в общей массе этих атомов но я думаю что реально он выполняется один раз я думаю что реально выполняется один раз я думаю что там довольно там я думаю что билус не такой уж тупой совсем он скорее всего знает что эта команда уже под нее память выделена и вот она конкретно обозначена и сразу прошита туда в этом flash поэтому я думаю что конечно вот это вот сладкая парочка выполняется в первый раз но вот все вот собственно вот вот это вот правильный блок для регулирования я на самом деле последний только его регулируют используя а да на самом деле пит-менеджеры это макрос макрос он вот такой вот вот такой большой да на самом деле внутри этого макроса вот этот блок и какой-то дополнительный сервис вы можете его почитать help там все расписано и мало того кстати это вот в этом в хелпе к этому блоку раньше этого не было в еще пару версий вантул назад этого не было вот этот вот если вам интересно что из себя представляет вот этот вот что в какой ячейке хранится вот в хелпе в хелпе в хелпе к пит-менеджеры к этому большому там расписан этот массив и кое-какие для людей так сказать которые вдумаются в это представляется кое-какие возможности дополнительные то есть вот все ругали что в антуле нет блока пид-регулятора который предлагает предполагает счет не с нуля начальный начинаете регулировать и считать из с нуля вот наши блоки считает с нуля а допустим не все на ксенту пальчиком обычно тыкают и говорят что вот а у них есть блок и вот и ух и у коры в коре ханнивеловской есть блок который считать умеет с произвольного значения то есть мы можем записать у него нет и стартовое значение например там 500 да и он будет уже считать интегральную составляющие не с нуля с 500 туда-сюда но произвольно значим берут все но там есть вход вход записи все так вот вот этот массив расписан и в него вы можете в нужную ячейку сразу записать это стартовое значение тоже стартовать ребята вы у меня и спрашивать вы спросите у тех людей которые мне клюют мозг постоянно приезжать на такие семинары я не знаю но я могу принципе наверно подумайте привести примеры да но сейчас просто не хочу тратить на это время но этот блок позволит вам это сделать надеетесь но есть другие надеются что они есть у каждого свои надежды но у нас нет никаких адаптивных любят вас вам предоставляется возможность построить их самостоятельно так я вот что предлагаю сейчас если а вот еще еще очень важный момент часто наверное даже забываю об этом сказать есть часто перемены мы ну скажем любители изящных решений например или в системной перемены кстати которые используют эту функцию вот к примеру самое простое и такой вот для любителей изящных решений приглас вас установка имеет некую стратегию общего управления режимом этой установки анализирует пожарный пожар там тепло или холодность очень зима там лето ночь там день и так далее у вас возникает море статусных сигналов до булевых один говорить ночь ночь день другую зима лето пожарный пожар там тепло холодно там и так далее да но и это надо все таскать по по всей стратегии управления чтобы все блоки остальные знак которые защищает допустим за с ночное проветривание там там за скажем экономичные какие-то режимы еще за что-то каждый из них получал информацию о всех этих булевых переменных да и и принимал решение что ему сделать данный момент ну вот классно на вот десяток этих булевых на всех листах вот они есть а можно взять одну integer до 16 бит каждому биту до подсунуть свое значение для этого надо как-то уметь в эти биты писать собственно никаких проблем пробит а там да и рит бит другой блок эти блоки умеют писать конкретный бит как перемены которые причинаем в ходу в данном случае war на бар вот выключайся переменную там ну пример любую перемены индекс все никого потребуют остальные не волнует вот она простите вот она говорите что вот в бите там номер 3 будет записано значение там ну примеру либо константа 1 до но по ходу вот по разрешающим сигнал надо запишется или это может быть вообще булева переменная какая-то которая говорит что день-ночь вычисляется день-ночь сбросите вы значит соответственно пишите сюда либо поставить себя переменную вместо константы до которая будет в сброшенном состоянии ну либо берете еще один рай бит и в это же 3 бит до пишите 0 это как работа с рэм но смысле с поход чем-то напоминает работу с массивами только здесь что здесь у вас ограничено количество в этих бит всегда 16 все вы не можете использовать там 35 бит готового блока который выполняет так будет получается одно значение а все 16 есть макросы есть макросы которые вот они рай бит 16 или бит 16 они все шестнадцать бит пожалуйста ну да 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 но тут знаете как его удобно пользоваться либо 16 по одному а вот на 2 на 3 вы можете себя запутать случайно здесь вы читаете из этой же самой переменной до у вас всегда здесь значение этого 3 бита на выходе есть но а здесь вот вы по разрешению до записывать а это очень 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 удобный инструмент я могу сказать и он еще удобен тем что многие системные перемены нет по битовую структуру то есть они не являются каким-то значением до десятичным они каждый бит этой интегра обозначает что-то и вы можете оттуда вычитывать эти данные получать информацию ценную для вас да а кстати по маскам здесь все это есть and bit orbit это все пожалуйста все эти инструменты здесь есть ну вот наверное по библиотечным блоком по таким которые наиболее употребительные но я еще конечно не упомянул всякие элементарные примитивные вещи как и или там не переключатель это мультиплексор да это я думаю что все-таки наверное не нуждается таких комментариях и а если нуждается то тогда все-таки надо вам почитать какую-то литературу